Привет, друзья! Сегодняшний видеоблог посвящаем правильному времяпрепровождению в загородном доме зимой. Будем сегодня делать напиток, который всех покорил и, безусловно, является лидером среди алкогольных напитков, которые мы здесь потребляем. Называется он «Хреновуха». В принципе, для многих, наверное, это новость, а для кого-то совершенно не новость. Смысл в том, что просто сегодня покажу и расскажу, что для этого нужно сделать, какие ингредиенты и в какой последовательности все это дело замешать. Итак, для начала об ингредиентах, которые нам потребуются. Что нам потребуется? Во-первых, нам потребуется лед. Потребуется немного. Потребуется хрен. Ну, это слишком, пожалуй, большой кусок. Потребуется, наверное, примерно вот столько. Может быть, чуть больше. Лимон. Несколько перчиков. Буквально пару. Это все я рассказываю с учетом того, что мы делаем один литр. Меньше делать смысла нет. Потребуется литр водки. Ну, еще потребуется бутылка, в которой мы будем все это настаивать. И для удобства потребуется воронка. Также для того, чтобы из лимона выжить сок, лучше иметь специальное приспособление или выжималку для цитру свуха. Начинаем процесс с приготовления хрена. Для этого нам нужно его почистить и измельчить. Измельчить можно с помощью мясорубки, но мы будем использовать обычный блендер, который есть, наверное, у большинства. Продолжение следует... Вчера было 23 февраля, поэтому хрен преобразовался в свое почищенное состояние с помощью моей любимой помощницы. И теперь мы его будем измельчать. Загружай. Продолжение следует... вот получилось примерно вот так этого количества нам безусловно будет много на литр но останется в запас ничего страшного в принципе все ингредиенты подготовлены мед если он у вас за сахарился или не совсем жидкие его можно микроволновки пару минут погреть на маленькой скорости все будет хорошо теперь смешивание смешивание производится следующим образом бутылка должна быть емкостью больше чем литр вот эта бутылка полтора литра потому что при условии того что мы зальем это все литром водки эти продукты тоже имеют свой объем и литровой бутылки будет недостаточно так начнем с того что того ложка нам нужно будем закладывать на литр нужно примерно 2 а может быть три столовых ложки 2 и 3 ароматный аромат вот три столовых ложки для литра я думаю вполне достаточно то есть от того куска который мы раскрошили осталось на например наполовину это можно положить в морозилку их потом использовать следующий раз который будет достаточно быстро перец по вкусу вот на литр я добавляю два таких остреньких небольших можно использовать другие модели но тоже все не переборщить главное иначе будет один перец и будет совершенно невозможно его потреблять мед ложка меда на литр нужно тоже две ложки две столовых ложки вот и остается у нас добавить либо лимон 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 в принципе достаточно одного лимона выжать на литр вот эти лимоны не очень хорошие или хорошие пойду сида сестра сида 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 чтобы не попадали косточки и всякая ерунда берем сидачка и выжимаем лимонный сок вот 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 Играет музыка теперь главный ингредиент это водка водка может быть любой до который вам больше нравится после того как мы все смешали в принципе продукт настаивается трое суток до готового состояния время от времени можно помешивать но можно и не помешивать и так настоится после того как пройдет это время нужно отфильтровать делаю это так берется одноразовая тряпочка из нетканного материала вставляется в воронку берется другая любая бутылка переливается в ее содержимое для того чтобы отфильтровать крупную фракцию затем вторая степень очистки производится с помощью ватного диска которые мы также в воронку вставляем и получаем более тонкую очистку итак напиток который мы сейчас с вами изготовили будет готов через трое суток но у нас немного было поэтому мы сейчас проведем небольшой стресс драйв и покажем как же все это дело потреблять перед употреблением советую взболтать потому что на дне образуется небольшой осадок в котором вся сила наливаем традиционно девушка можно поменьше в принципе закусывать не обязательно в чем прелесть этого напитка закуску можно с собой не брать но если она есть она у нас есть можно использовать традиционные ингредиенты такие как сало солености и так далее ну как говорил юрий алексеевич поехали будьте здоровы прекрасно ну а теперь можно и на лыжах ну а Субтитры сделал DimaTorzok Мы на вершине самой высокой горы, которая была построена в результате уборки снега на нашем участке И мы здесь не одни, с нами наш великолепный продукт Поэтому делай как я Подписываемся на канал, ставим лайк, будьте здоровы! Вау! Та-дам! Холодненькая Красота Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok